Виктор, житель Днепра, в интернете нашел объявление о продаже автомобилей. Связался с менеджером компании. Тот сказал, что машины есть в наличии. Можно ехать в Запорожье, заключать договор. При себе нужно иметь 20% от суммы. Мне менеджер объяснил, что для поставки автомобиля необходимо внести сумму 77 800. После этого в течение пяти дней автомобиль будет днепритровский. После поставки автомобиля я вношу оставшуюся сумму денег по договору. Но механизмом для поставки автомобиля является договор ревардинга. Виктор подписал договор и заплатил деньги. В течение обещанных пяти дней автомобиль так и не доставили. Мужчина позвонил на горячую линию. Ответ оператора его шокировал. Сообщили, что это была оплата за информационные услуги. Я должен еще внести 195 тысяч по стоимости автомобиля. Я понял, что совершается какое-то мошенничество. Мною была проверена компания. Она не декларирует никакие доходы. Отчитываются за 2014, 2015 и 2016 год нулевые доходы. То бишь это говорит о чем? Что компания никакие финансовые действия не проводит. Никаких автомобилей нет. У офиса встречаем еще несколько клиентов. Евгений уже получил квитанцию на оплату. Говорит, его насторожило то, что сотрудники компании не дали возможности детально изучить документы. Я говорю, почему? Ну, вы мне счет тоже выписали иду плачу в банк. Хочу получить свой договор, подписанный с вашей стороны. Ну, на что все равно получил отказ. Сказали проплачу, и потом мы выдадим этот договорчик. Я вышел за территорию данной компании или этого помещения. Ну и как бы чуть-чуть тормознулся в этом плане. Потому что очень много возникло вопросов, очень похожие, скорее всего, на аферистов. При виде камер работник офиса закрыл двери. Виктор вызвал полицию. Дают какие-то левые договора с фоксимилье печатями. Дают квитанции на оплату денег. В частности, вот товарищам все дали квитанции, счета. Взяли 77 тысяч. Денег нету, машины нету. Виктор вместе со следственной группой заходит в офис. Журналистов в помещение не пускают. Налицо все признаки введения в заблуждение граждан и явное мошенничество. Собирают предоплату. Договор выдают только после внесения предоплаты. Что уже должно настораживать, поскольку основанием для оплаты является договор. А по факту дают только квитанцию на оплату. После квитанции на оплату вручают договор, в котором прописано, что они якобы занимаются поиском автомобилей. Сейчас по данному инциденту следователи ведут проверку. Станислав Пичурин, Сергей Чалый, ТВ5.